Привет, народ! Меня по-прежнему зовут Black's Infinity, и сегодня мы с вами поговорим про фильм, который вышел, который, точнее, выйдет в России совсем скоро. Для избранных кинотеатров в России он уже крутится где-то примерно с неделю, а в Америке фильм вышел уже, собственно говоря, в прошлый четверг. Ну и вообще во всем мире, по сути дела, он вышел в прошлый четверг, это у нас вот так вот получилось. Ну а что, Форсаж вышел на месяц раньше, чем во всем мире, поэтому пришлось чем-то пожертвовать. Тихым местом 2 и Круэллой. Сегодня я поговорю про Тихое место, завтра я поговорю про Круэллу, но давайте уже не будем медлить, я начну, так скажем, свой рассказ. Погнали! Вышедшая в 2018 году первая часть фильма Джона Красинский произвела огромный фурор в западном киносообществе, сыскав очень высокие оценки со стороны критиков и довольно теплый прием со стороны западной аудитории. Чего не скажешь, конечно же, про наш рынок. Здесь Тихое место стало полем битвы дискуссов и споров про то, что фильмы должны быть реалистичными, а все персонажи ультрагениями, а если вдруг человек в фильме начинает тупить, то значит фильм полный кал. Ох уж это современная критика. И я, конечно, понимаю, что в какой-то степени здесь виноваты обзорщики, которые делают из фильмов нарезку киногрехов, что не являются относительно обзором и аналитикой фильма, потому что в киногрехи они туда встраивают и какие-то сюжетные условности, и реально очень сильно докапываются до каких-то вещей, где, в принципе, можно найти разумное объяснение. Они действительно не видят чего-то, что лежит на поверхности, и додумывают иногда ошибки за автором, хотя ошибки там и нет. И я не виню в этом кинообзорщиков, которые делают киногрехи. Я не люблю такой контент, и считаю, что он немножко уничтожает индустрию кино и мешает многим фильмам добраться до успеха, потому что первое тихое место, как бы то ни было, это действительно отличный хоррор. Точнее, нет, хороший хоррор. Нет, хороший триллер-хоррор. Вот это точное описание. И никак оценка 6.7, которая сейчас стоит у него на кинопоиске, не описывает всего этого, потому что он находится в серой зоне. А должен быть, ну, как минимум, ну, где-то, ну, на стыке, хотя бы 7.0, зеленая зона. Но, к сожалению, шансы не оставили люди, которые пошли занижать рейтинг сразу же после, так скажем, вот этих вот обзоров. И на самом деле я не понимаю многие эти обзоры, потому что там докапываются до каких-то совсем бредовых вещей. Типа гвоздь, типа монстры реагируют на шум так, как это нужно фильму. Это все, конечно, интересно, но я недавно пересматривал фильмы из действительно каких-то там проблем. Все эти условности, которые называют киногрехами, которые на самом деле никак не влияют на восприятие и аналитическую часть фильма, там этого особо нет. То есть я смотрел фильмы и не задавал никаких вопросов по ходу него. У фильма есть другие ошибки, на которые, конечно же, такие люди не акцентируют внимание. И если даже у фильма есть условности, это не значит, что он становится фильмом на 1, 2, 3 или 4 из 10. Для этого нужно, чтобы он хотя бы поджег вам полностью жопу с другого, что происходит в фильме. Тихое место это не делает, оно справляется с заданным саспенсом и рассказом заданной истории, а также вовлекает тебя в концовку. Это действительно интересное кино, которое незаслуженно у нас почему-то раскритиковали. Я не понимаю почему и призываю вас к объективной оценке. Ну хотя бы непредвзятой, так скажем. Посмотреть самому, оценить, вот это вот все сделать. А то так получается, что у нас, ну, персонаж там пошел делать не то, что вы бы сделали, а совсем другое. И вы говорите, что фильм говно, потому что персонаж поступает нелогично, по вашему взгляду. Это субъективный подход к анализу действий персонажа. Но это не анализ и не разбор сюжета и фильма, за который можно ему снижать баллы до какого-то супермизерного состояния. Возможно, я уже говорю, там есть другие ошибки. Другие ошибки, которые не так фатальны. И фильм остается хорошим. Но винить фильм в киногрехах. Киногрехи это просто посмотрел, поржал, забыл. Но они никак не должны влиять на вашу оценку фильма. Но сегодня я здесь перед вами, чтобы поговорить про вторую часть, которая хоть мне и показалась слабее оригинала, но при этом не перестает быть фильмом, который посмотреть можно и стоит. История начинается с флэшбэка прямиком с начала вторжения монстров на землю. И, по сути дела, это долгая вступительная сцена, лучшее, что здесь есть. Красинский сначала создает очень атмосферную, добрососедскую обстановку американской благодати в тихом городке, где все друг друга знают и уважают. Но из-за того, что зритель уже наперед понимает, какая угроза всех этих горожан ожидает, создается эффект открытого саспенса, когда зритель уже наперед знает, что произойдет сейчас. А вот персонажи даже не догадываются об ужасе, что им предстоит пережить. Или же не пережить. Уже здесь, в экспозиции, нам показывают две отдельные сюжетные линии. Риган и Маркуса. Это, если кто не помнит, дети главных персонажей. Давая понять, что раз первая часть была про подвиги родителей, то вторая будет уже испытанием для нового поколения. С помощью грамотной режиссуры Красинский заставляет нас вжаться в кресло и ощущать угрозу в каждой секунде этой сцены, что захватывает внимание зрителей мгновенно. Дальше фильм возвращается к событиям, что происходит уже после первой части, и продолжает рассказ семьи Эббот. Здесь общая динамика чуть сбавляется, но все так же держит в напряжении. Таким способом нас знакомят с персонажем Киллиана Мерфи, Эмметом, который, по сути, становится заменой Джона Красински. Правда, с абсолютно иным характером. Уже почти полностью успокоившись в динамике и перейдя в диалоги, персонажи начинают рассказывать экспозицию и затравку к событиям, что будут происходить по ходу фильма. Тут-то картина и начинает немножечко буксовать. Первое, что здесь мне не особо понравилось, это то, как создатели разъединяют фильм сначала на две, а потом и на три отдельные сюжетные линии. И проблема тут не в том, что они слишком отличаются друг от друга или не имеют смысла. Наоборот. Красинский здесь отлично работает с параллельным повествованием и создает угрозы в кадре сразу везде, не давая забыть про каких-то отдельных персонажей, параллельно успевая их развивать и двигать сюжет. Проблема в том, что одна из таких сюжетных линий полностью высосана из пальца лишь для этого приема. Я думаю, парни, которые как раз-таки ненавидят фильма из-за киногрехов, о которых я говорил до этого, на этом моменте просто порвут свои жопы полностью, ибо даже у меня возник вопрос, почему он это сделал. Первая проблема заключается в том, что персонаж, который вытворит полную глупость в этой сцене, по сути дела, в конкретный момент эпизода не соответствует характеру заданного истории изначально. А это уже большая ошибка. Вот это уже сюжетная дыра, а не условность. А вот вторая проблема вытекает из предыдущей, ибо когда начинается параллельный напряженный момент трех сюжетных линий, ты понимаешь, что одна из них была создана искусственно, чтобы не дать забыть нам о персонажах там, которые не участвуют в других сюжетных линиях. Из-за этого иллюзорность реальности пропадает, и на какой-то момент меня буквально выбило из погружения, и мне начало становиться немножечко скучно. Благо к финалу Лента успевает вернуть тонус и заинтересовывает событиями вновь. Тем более персонаж Эммета выдает такие крутые мувы, что следить за его линией очень интересно и интригующе. Очень хорошая арка искупления. Еще один плюс — это то, что финал вновь использует способ параллельного повествования. Правда, уже двух сюжетных линий, и здесь это применено более грамотно, чем в первый раз. Очень резкая смена зарядов перипетии создает максимальный саспенс в сцене, и ты уже ожидаешь, как же персонажи выберутся из загнанной ловушки. Единственное, что подкашивает общее впечатление от финала, это слишком явный клиффхенгер, который как будто обрывает все на полусловие. В первой части у нас скорее был прием открытого финала, где цельная история завершалась на моменте, оставив лишь подводку к сиквелу, если они захотят его сделать. Здесь же уже без триквела не обойтись. Слишком. Слишком резко оборвали. Ну и череда различных совпадений здесь уж слишком частая. Переборщили, как по мне. Что в фильме на полтора часа героям невероятно везет где-то пять раз, может и больше, ну вот за этот весь фильм. Это тоже выбивает из погружения довольно нехило, но это все-таки не так плачевно. А вот сами дети, про которых я говорил в начале, проходят очень интересные собственные параллельные пути становления, то бишь их персонажи меняются по ходу лента, а это еще сильнее работает на восприятие общего сюжета и вовлечение в него. И по итогу мы имеем довольно неплохой, интригующий, с очень мощным саспенсом, с очень интересным параллельным повествованием, но которое вызывает проблему и сюжетную дуру с одним из главных персонажей ленты, а также немножко выбивает прогружение зрителей из клеи, давая понять, что это все, ну вот это параллельное повествование было сделано специально, то есть выбивает из реальности происходящего на экране. Это слишком, я бы уже сказал, рваный конец, который буквально обрывает всю историю на полусловие, говоря нам, узнай, чем все кончится лишь в третьей части. Я считаю это немножко неправильным, потому что клиффхенгер нужно делать тогда, когда у тебя уже одна история полностью завершена, то есть одна завершена, здесь клиффхенгер уже на другую, а здесь получается, что не завершили, а клиффхенгер на завершение истории, которая началась во второй части, и вот это уже немножечко не радует. Хотя кое-какие сюжетные арки завершились, но это все было доведено не полностью. Собственно говоря, мне понравился безумно первый акт, то есть пролог, флэшбэк, он был невероятно блистательный на 10 из 10, ну и, собственно говоря, персонаж Келлиана Мерфи тоже был очень крут, очень крут. Насчет детей, ну, там немножко спорно. Посмотрите фильм, поймете, о чем я говорю. В принципе, это неплохой триллер, хоррор, который можно посмотреть, сходить в любом случае, то есть я рекомендую к просмотру. Можете спокойно идти, моя оценка 7 из 10. 7 из 10, ну 7 из 10 это неплохо, неплохо, можете сходить, взять девочку, пообниматься там с ней, и она на моменте скримеров прижмется, потому что там скримеры были иногда хорошие, действительно, очень хорошие, вот. Ну и сами, конечно же, насрать. Вот, немножечко. Можно в компании сходить и поржать. В принципе, неплохой фильм, рекомендую, все, можно идти уже в четверг во всех кинотеатрах страны. Смотрим вторую часть и ждем, конечно же, третью. Надеюсь, третья хотя бы будет на уровне второй. Надеюсь, они хуже, потому что, ну, хуже уже будет немножко плачевно. Вот, средняк не хочется мне. Такие дела. С вами был я, BlacksInfinity. Подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Если вы даже здесь не впервые, отпишись, переподпишись, чтобы вернуть актив к каналу. Лайк, обязательно лайк, обязательно лайк, обязательно комментарий, пишите в комментариях, что вы думаете по фильмам, по моему мнению. И подписывайтесь на мои социальные сети, инстаграм, группу вконтакте, и на мой Twitch-канал, где происходят прямые трансляции по всяким разным поводам. Все, ребята, прощаюсь. Всем удачи, пока, берегите себя. Пока.